Так, готов. Вопрос от Ларисы Рулёвой. Прошу вас рассказать о фестивале Древой Жизни в Санкт-Петербурге в июне этого года. Спасибо. Значит, Лариса Рулёва, в июне будет действительно фестиваль в Петербурге. На нем планируется участие не только российских участников, но будут целые делегации из-за границы. В частности, я знаю, что большая делегация будет из Чехии, из Венгрии, из Италии. Так что на этом фестивале вы сможете не только познакомиться со своими русскими единомышленниками, но и с теми, кто, в общем-то, уже развивает учение Древой Жизни за рубежом. Кроме того, там большая культурная программа, там вас будут знакомить с городом, катать по каналам, катерах. Это действительно очень интересно и красиво. Я там был, меня катали также. Ну, я тоже буду на этом фестивале, это запланировано. Как раз я возвращаюсь из Италии и сразу попадаю на фестиваль в конце июня. Так что можно выйти на наши региональные, на руководителя региональных отделений в Петербурге. Это можно найти на сайте и ВКонтакте и как бы зафиксировать свое участие в этом мероприятии. Вопрос от Танны Николаевой. То есть образы существуют как плод сознания, а ясновидение – способность как на подсознание? То, что видение как плод сознания, я могу согласиться, а то, что ясновидение как плод подсознания, у меня здесь как бы не совсем согласен. Почему? Потому что подсознание – это так называемый рентгеновское зрение, черно-белый вариант. То есть вы уходите в инфракрасный диапазон. А сверхсознание связано с ультрафиолетовым диапазоном. Это цветное видение, вот этим оно и различается. Нижним диапазоном пользуются вот как раз те самые продвинутые темные товарищи. А ультрафиолетовый диапазон – это уже диапазон вот этих богоустремленных сущностей космоса. Так что это как бы, если можно сказать, это все-таки уровни, определенные уровни развития, которые зафиксируются этими возможностями. Можно видеть тонкие миры, но можно видеть и через плодсознание, в черно-белом варианте, а можно видеть в сверхсознании. Это цветной вариант, это более полный вариант. И возможность управления, конечно, намного выше. Вопрос от Анны Николаевны. Клетки и источники существуют сами по себе в организме или они продуцируют соматические? Нет, дело в том, что они уже существуют. В организме уже все есть, на все случаи, как говорится, жизни. Но мы об этих возможностях не знаем и ничего не знаем. Поэтому мы как бы не призываем их себе на помощь. А дело в том, что они есть, но они без вашей повелительной регуляции в вашем сознании ничего делать не будут. Потому что вы для них тоже как бог. Вы же высшестоящая сущность. Вот поэтому они никакой такой самодеятельности не допускают. Велено им что-то сделать, они сделают. Невелено делать не будут. Поэтому тут уж, извините. Вопрос от Гончарова Елены Владимировны. Была операция по замене клапанов сердца. Как работать по этим методикам? Ну, это другие уже технологии. Они же есть, они специализированы. Вообще-то в итоге всего этого развития технологии не понадобятся. Они вам нужны только для того, чтобы понять, как устроено то или другое, ну, как бы, структуру вашего организма, тела, вселенной, мироздания и всего прочего. А потом дальше будет действовать очень простой механизм. Подумалось и сделалось. До этого надо, в общем-то, еще, мягко говоря, докувыркаться. Вот для этого и нужны занятия. Потому что просто я хочу быть богом, а чем соответствовать будешь, спросит. Поэтому это знание, в том числе это специальное знание, работа, технологии есть такие, в том числе. И вот через лучи святотворения у нас такие технологии будут. У нас следующий семинар в феврале, потом в апреле будет. И вот мы будем по... Сначала мы пойдем через органеллу. У нас есть рибосома. Это лучи рибы. С ней связаны вот семь лучей рибы. Очень важны. В том числе они понадобятся и в этом вашем случае. Потому что надо будет восстанавливать определенные клетки сердца. И для этого нужно будет это знать. Вот это все будет на следующих занятиях. Это надо заниматься, если вы не можете, личностно заниматься. Хотя я говорил уже, что личностные занятия гораздо более эффективны, чем по интернету. Но тем не менее, если у вас такой возможности нет, это же все-таки тоже возможность. Она требует определенных усилий ваших. Так, чем более вы готовы, в общем-то, к этому, тем будет лучший результат. То есть все по мере готовности. Но выбирайте любую. Если вы можете прибыть на личностные занятия, значит, надо заниматься так, хотя бы. Это же тоже возможность. И по ней, кстати, у многих есть результаты. То, что люди, в общем-то, проходили какой-то этап, как бы свой путь развития. У многих этот путь был очень серьезным. Они многое достигли. Поэтому им иногда нужно только, так сказать, показать, что как бы у них двухкрасный, и все получается. Так что давайте заниматься. Или личностно с новими по интернету. На мой год, в ближайшие месяца, я уж так свой график построил в этом году. Раньше так не было. Я все время был почти за границей. А сейчас я построил так свой график. Я, хотя и буду за границей, буду приезжать. И в эти дни будем давать вебинары. Вот следующий вебинар в феврале. О нем можно будет на сайте нашего издательства информацию получить. И по всем последствиям. То есть они будут там февраль, март, апрель, май и так далее. Все будет сообщено. Следующий вопрос от Анастасии. Добрый день, Аркадий Наумович. Хотела спросить по поводу ясновидения. Со мной произошел случай. Я упала с четвертого этажа на бетон. Потом выжила, не знаю как, приезжав в больницу 13 дней. Пришла в норму. После этого я начала видеть свою руку на больном месте человека. В прошлом, убирав проблему, человек выздоравливает. Я к чему-то, что-то я вижу, является это, что-то вижу ясновидением. Вопрос, без запятых, к сожалению, уж извиняюсь. Ну, таких писем получаем довольно много. Шел, упал, проснулся. Ясновидение. Дело в том, что некоторые пишут в письмах. У меня ясновидение с детства. Научите, что с ним делать. Вот у нас есть базовый курс, где мы стараемся открыть ясновидение. У большинства учащихся на базовом курсе это ясновидение открывается. Но дальше ребром встает следующий вопрос. Что с этим ясновидением делать? Вот вижу, а что делать-то не знаю, потому что, опять же, нужны знания. Мало видеть, надо еще знать. Оказывается, кроме ясновидения, есть еще яснознание. Это более высокая степень развития. Вот когда вы достигнете того, что вы будете видеть и понимать, что видите, вот это будет уже переходить на физику вашего тела. То есть вы сможете исправлять ваши повреждения. Но, опять же, надо учиться. Ведь вот даже в том письме, который прислал на женщина, ясновидение с детства, научите, что с ним делать. Самое главное слово – научите. А если хотите научиться, значит, надо как-то выстраивать этот процесс. Или дистанционно, или личностно, что лучше. Ну, как-то надо. Следующий вопрос от Ларисы. Аркадий, на умничьи опухоли – это тоже темная сущность? Что такое опухоль? Онкология. Типичные клетки. Это клетки, которые сошли с ума. Сначала все онкологии происходят в разуме человека. Понимаете? Если у вас там какие-то бредовые мысли бродят, они обязательно приведут к онкологии или к подобным тяжелым заболеваниям. Вот помните античный образ медузы горбона? Это, конечно, женщина со змеями на голове. Ну, по сути дела, наркот. А ведь история этой женщины такая, что она не всегда была такой. Она была очень красивой. Служила в храме Поседора. Жрицей была этого храма. И вдруг вот такой. Конечно, это никакие не змеи, это змеи-мелость. То есть с ней произошла беда, а она тут наполнилась змеиными мыслями – отомщу, отомщу, отомщу. Ну и вот к чему это привело. А что с ней делали раковые клетки? Это такие же драконы. То есть это результаты вот этих змеиных мыслей в голове. Неправильное мышление приводит к неправильному состоянию вашей физиологии, вашего тела. Другое дело – можете вы это исправить или нет. Надо всегда быть нацеленным на то, чтобы это исправлять. У меня, например, тоже был рак. Это известно. И много чего другого было. Вот это и все преодолевали. Потому что, как сказано, через тернии к слезам. Никто не может войти. В Царство Божие, в Библии написано. Только через страдания многие и испытания. Понимаете? Нас испытывают. И чем угодно? Страданиями и какими-то еще другими способами. Но это путь. Вот как вы к этому относитесь? Если вы к этому относитесь как к тому, что вы должны преодолеть, это одна ситуация. А если вы к этому относитесь как к тому, что это уже, по сути дела, обречено, вы обречены, что это смерть, вы, конечно, не выберетесь из нее. Потому что не вы побеждаете болезнь, или болезнь побеждает вас. Вариантов больше нет. Следующий вопрос Иван Стреленко вздает. Темные сущности даются Богом для развития личности? Ну, любая полярность, плюс и минус, создает лаг развития. Вот наша Земля, например, планета, у нее есть северный полюс, и урон, отрицательный положительный полюс, а между ними находится Земля. Это реальность. В реальность есть и все. Понимаете? Если вы уйдете только в один полюс, это будет иллюзивно. В реальности такого не бывает. Это действительно лаг развития. Если только один полюс, это согнация. Понимаете? Вы остановитесь и в развитии, и в чём угодно. Следующий вопрос, Антон, задаю, короткого. Какие признаки подтверждения в реальной жизни можно заметить о нашей реинкантра нации и личности? Благодарю. Фёдор Иванович Тючев, великий русский поэт, написал очень просто «Всё во мне, и я во всём». Гениальная форма. Конечно, по состоянию своего здоровья можно, в общем-то, определяться и какими-то более глобальными состояниями, например, планетарными, а по ним определять, что неблагополучно у нас. Но, опять же, для этого надо иметь ясновидение. Мы должны иметь, видеть связь между своими событиями, планетарными событиями, разбираться в них и преобразовывать эти события. Это, опять же, работа, духовная работа. Следующий вопрос, Оксана. Как правильно рассказать о новых знаниях, чтобы люди рядом тоже проявили к ним интерес? Сейчас много разных знаний в доступе, и некоторые считают только единственно правильными те, что уже изучают. Ну, в Библии же сказано, по делам узнаете их. У нас результаты. Причем результаты, которые уже зафиксированы нашей Российской Академии наук. Беспрецедентный случай никогда ни одна духовная практика в президиуме Российской Академии наук не рассматривалась, и оценка ей не давалась. В нашем случае все не так. Вот уже 10 лет прошло с тех пор, как Российская Академия наук собирала специальную конференцию, в результате которой появилась такая резолюция, все случаи достоверны и статистически значены. То есть вы понимаете, кто вынужден был признать это? Они это делали очень нехотя, потому что там были такие странные выступления по этому поводу. И потом подходили ко мне и объясняли. Говорили, ну не подумай, что мы не понимаем, что это такое, но ты тоже в свою очередь сообрази. А что будет с целью отраслью? Сколько людей останутся без работы? То есть они все это понимают. У нас это зарегистрировано. Вы можете найти в интернате эту резолюцию, она есть. Она, по-моему, на нашем сайте есть. И на других сайтах, и на сейчас. Ее 10 лет почти не было, 10 лет молчали об этом. Молчали о том, что перед этим с нами проводили испытания два института. Институт молекулярной биологии и Институт молекулярной генетики. Причем от последнего института был сам директор, профессор Макульский. Участвовал в этих экспериментах. И самое интересное, после того, как эти все эксперименты закончились положительно, то есть духовное управление, которого наша материалистическая академия не признает, вдруг оказалось реальностью. Они составили тоже протоколы, подписи, печати. И вот первый вопрос, который задал профессор Макульский, был очень странным. Аркадий Научин, а что вы теперь будете делать с Российской Академией Науки? Представляете? Он сразу увидел опасность. Ведь это же, это то, что, в общем-то, не тот фундамент, на котором она стоит. Хотя я ему ответил, ну что я ничего не буду делать? Просто они сами сюда перейдут потихоньку. Все поймут, что открывается новая реальность. Реальность – это как страница книги. Вот была одна реальность, ее переворянули, дает другую реальность. Вот в рамках этой новой реальности достигаются эти результаты. И ведь это же системное знание. 23 книги написаны мной в объяснении вот этого процесса. Представляете? 23 книги уже написаны. Это сакральное число в 2 и 3, это пятерка. Пятерка в сакральном знании – это жизнь. И в дополнение к вопросу, на который вы сейчас отвечали, можно ли подлатать здоровье родителей без их ведома, так как они в это не верят? Ну, вы можете попробовать, потому что это близкие люди, родственники. Здесь допускается такое, но сразу хочу предупредить. Ихо неверие – это как стена. Чтобы ее прошибить, даже вот через эти технологии, это очень сложно, потому что волеоставленный человек. И если он не верит, вы можете пытаться ему помочь, но результативность этой помощи может быть сильно ослаблена, их не верить. Следующий вопрос от Ивана. Аркадий Наумович, если душа светлая и человек излучает любовь, тело будет здоровым? Тело, конечно, будет здоровым, потому что тем более, что у нас вы часто очень под словом «тело» подразумеваете то, что на самом деле именуется более правильно «плотью», то есть мясо и кости. Тело световое внутри человека. Вот это тело, а это плоть. Но это все взаимосвязано, и, конечно, такой человек как бы больше имеет шансов не болеть. Но тут опять же момент. Это он ведь в этой жизни может быть очень светлым, а если он в других жизнях был не очень светлым, у него же как бы кармическое тягощение идет, и его-то тоже надо отрабатывать, преобразовать. Для этого опять же надо входить в свое прошлое, смотреть, кем вы там когда-то были, что такого натворили, что если в этой жизни вдруг, несмотря на ваши светлые мысли, у вас какие-то темные, в общем-то, проявления в вашей физиологии происходят, то надо же понять, почему, и исправить это. Настоящее, оно всегда на стыке прошлого и будущего. В будущем надо выстроить свое, как бы, следующее существование, а в прошлом надо исправить. Вот тогда в настоящем все будет лучше. Следующий вопрос, Атанна. Получается так, что не удаются результаты у тех, у кого вибрации низкие, не совпадают с вибрациями Земли и Бога? Ну, это очень точно. Вы не спросили, вы ответили. Это так. Так, следующий вопрос от Ирины. Аркадий Миламович, а почему в учении древой жизни практически отсутствует упоминание о матери и материнской энергии в мироустройстве? Ну вот, я только что читал вам технологию по нормированию крови, там была Богоматерь. Тут Богоматерь, она рождает богов, понимаете? То есть сначала дойдите до этого состояния божественности, она вас родит, как Бога. Вообще-то, вот в этой формуле Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Святой Дух – это, по сути дела, есть Богоматерь. Ее раньше называли Духа Святая. Понимаете? Она нянчается с этими деточками, которых, в общем-то, отобрали в божественном развитии. Ну, это так, можно сказать, Мэри Поппин с космического масштаба. Если не зацикливаться, не ударяться в религию, а вот все-таки пытаться понять это на уровне, как бы, можно сказать, незацикленного мышления. Да, есть силы космоса, которые, в общем-то, занимаются теми или другими процессами. И там можно шутить, вполне можно. И Бог шутит иногда. Вы что думаете, Он не шутит? Еще как шутит. Следующий вопрос. Это Антон, город Калуга. Как правильно давать импульс сознанию при технологиях? Ну, это определенная концентрация, которой надо учиться. Вот мы здесь учим, у нас есть занятие базового курса, где учат, например, создавать импульс управления. Он должен быть очень плотным и очень быстро. То есть, понимаете, если вы сделали его неплотным, то это вы как пучком вата пытаетесь, например, управлять кнопками вашего мобильного телефона. Вряд ли получится, да? Это очень мягкая и такая обширная. Вот поэтому нужно учиться создавать импульс. Я когда учился, у меня даже сосуды глаз лопались. Но я думаю, что так не надо. Я от этого, как говорится, отрекаюсь и каясь. Никому не желаю, чтобы вы повторяли так же. Фанатеть в одном деле нельзя. Я фанател. Когда у меня это случилось, я ведь в 50-е лет это тоже случилось и в результате болезни сижу, когда мне хотели отреться почву. И вдруг это все пошло, открылось, я стал записывать, болезнь стала исчезать. Но я, конечно, в другую крайность ударился. Я сразу накупил икон. Это я, атеист. Сделаю иконостас, начал молиться там. Узнавать какие-то, так сказать, молитвы, какие эффективные, какие старские молитвы использовали. Вдруг появляется монографический Бог и говорит, ну хватит болтать. Работа-то сколько, а ты тут часами болтаешь и болтаешь. А работу кто будет делать? Ну, в общем, я и понял, что фанатеть ни в каком деле не надо. Аркадий Анатольевич, следующий вопрос больше по административной части, как попасть на базовые курсы. Я думаю, что... На базовый курс можно попасть, посмотрев расписание на официальном сайте Петрова «Древо жизни». Аркадиепетров.ру. Расписание в разделе «Расписание». Там есть и по городам, и в центральном офисе города Пушкино. Также, пожалуйста, звоните мне всегда, отвечу по телефону центра, который также есть на нашем сайте. Ну, надеюсь, достаточно ответила. Спасибо. Если человек злоупотреблял спиртным... Еще одну секунду. Сейчас, одну секунду, прошу прощения, потеряла вопрос. Вот. Так, если человек злоупотребляет спиртными напитками, может ли он развиться за Бога человека? Ну, опять могу только на собственном примере. Было и у меня. Я злоупотреблял. А потом, когда все это началось, я это все прекратил. Потому что это как я. Но, как видите, развиваюсь. И сам отец сказал по этому поводу, я пытался с ним как-то вот так же разговаривать, но вот я в молодости, столько взял неправильную. А он сказал, что зло человек от юности его, понимаете? Он очень мягко всегда говорит, и очень точно. то есть это какая-то такая стадия развития человека, когда это все может у него быть. может быть. Но может и не быть. Но если было, то главное не то, что было, а то, что ты выстраиваешь в будущем для себя. И если ты хочешь от этого как-то уйти и выстроить свое будущее без этого, то приоритет, конечно, будущего всегда будет с вами. Приоритет будущего. То есть планируйте ваше будущее таким образом, чтобы этого больше не было. Потому что я сейчас ни капли не пью ни пива, ни вина, ни водки, хотя в принципе 50 грамм можно. Даже сейчас не запрещают. Но я все равно не пью. Даже 50 грамм этих, которые можно. Это раньше называлось берзавчиком. Следующий вопрос от того же человека, от Большатка. Идея родовых поместья приветствуется отцом? Ну, конечно. Ну, вообще, это хорошее направление, которое связано с Анастасией. Она в своих книгах есть, книги Мегре. И то, что она говорит, то, что он записал. Потому что это, в общем-то, очень четко по книге видно, где она говорит, где ее образ мышления и знаний, где образ того же аналиста, который это записал. Вот то, что говорит Анастасия, это очень высокий уровень знаний. Точно. Следующий вопрос от Елены. Аркадий Наумович, Ваше мнение о переливании крови? Ну, я считаю, что надо быть адекватным, потому что бывают такие ситуации, когда уже никуда не денешься. Но в принципе, в принципе, лучше избегать. Потому что вы получаете чужую кровь. А эта чужая кровь имеет свои программы. И они начинают внедряться в ваши программы. И они будут менять всю вашу жизнь. Вот здесь нужна осторожность. Но бывает так, чтобы переаниматься, какие-то такие мероприятия, которые уже никуда не отодвинешь. Если вы не владеете всем этим еще на уровне таком, когда можете в любое свое состояние изменить. У меня же тоже, например, был инсульт, когда кровоизлияние в мозг. И, в общем-то, мало шансов на то, что выживу. Ну, а если бы ничего не делали, не реанимировали, то как бы я вообще с вами сейчас общался и разговаривал. То есть потом, да, потом я уже, когда вошел в сознание, я начал своими технологиями работать и очень ускорил процесс восстановления. Я настолько ускорил, что это поразило врача, потому что они потом мне говорили, что обычно это три месяца сидят, только слюни вытирают, такие больные. Потом он мне показал вот с такими же диагнозами людей, которых уже пять лет в колясках по их отделению возят. Но, тем не менее, со мной это не случилось. У меня очень быстро пошло восстановление. Я уже буквально три месяца спустя в командировки ездил. Он уже семинар овел и общался. Не могу сказать, что на сто процентов остановился. Но, как бы, уровень восстановления уже очень высок, несмотря на то, что не так уж давно это все и случилось. Здесь следующий вопрос, наверное, больше, наверное, я отвечу. По поводу... Оксана задает вопрос, что нужно для того, чтобы открыть фибрилл Древа жизни в Краснодарском крае. Оксана, опять же, повторюсь, пожалуйста, звоните мне. Меня Ирина зовут, если кто-то не услышал. Все объясню, все расскажу. Просто сейчас будем вопросы все-таки, наверное, по вебинарам. Все остальное, все, что касается технической части, пожалуйста, звоните, все расскажу. Прошу прощения, сейчас на этом вопросе. Так, вопрос от Алексея. Достаточно проблематично представлять ощущения в виде инструментов алфавита. Аркадий Наумович, поделитесь, пожалуйста, как лично Вы представляете Вашу практику, как дышите и какие действия делаете? Ваш личный вопрос. Что значит, как дышу? Дышу, как дышу, как живу, так и дышу. У меня нет каких-то специальных технологий дыхания. Я знаю, есть такие технологии стрельников, других, там, бутылка. Я просто дышу. Инструменты в виде букв – это очень интересно. Почему? Потому что сами буквы – это как бы символы, определенные символы, за которыми скрываются иногда большие полосты знаний. То есть вместо того, чтобы вот этими, так сказать, книгами, целыми книгами оперировать, они берут одну букву, которая выражает определенное направление знаний, и она это знание символизирует и как бы изгнучает, и добивается результата. Здесь, опять же, надо входить в саму суть этих технологий. Ведь кто такие вот эти вот человечки, которые… Ну, это же Ваши клетки, Ваши собственные клеточки. Это они в виде человечков просто представляют себя Вашему сознанию. Хотя, на самом деле, они тоже мини-человечки, потому что из каждой клетки со временем врастет большой организм. Следующий вопрос от Ирины. Аркадий Наумович, Вы уже возвратились в Россию? Так я сейчас вот и иду из Пушкина с Вами общение, я в Россию. Но уже скоро уеду сначала в Германию, потом в Швейцарию, потом в Италию. Уже тут все расписано в Венгрию. Тут уже у меня же с ними договоры. Я уже по договорам работаю. Не просто так вот договорились и поехал. Нет, у меня договор, и там проставлена дата. Но я сейчас уже не остаюсь там долго, а сразу провел семинары. А я в России вот на те же самые вебинары буду приезжать. Вот мы их будем расписывать, когда окошки будут возникать. Причем мы будем стараться вебинары проводить в выходные дни, чтобы люди не были ограничены работой, могли посвободнее общаться. Следующий вопрос от Ольги. Есть ли технологии по моментальному избавлению от синяков и порезов? Ну, если от рака четвертой степени избавляются, то уж, наверное, можно и так. Вот я же вам говорил в начале передачи, буквально за 15 минут до нашего веб-семинара, позвонили к Буде и сказали о том, что вот применили как раз вот те технологии, которые мы будем рассматривать на следующем занятии. где-то риба, лучи риба. И у одного человека бородавки исчезли, у другого папилломы. Это прямо буквально в течение одного дня все произошло. Вот видите, какие те, но они готовы, правда, они учились. Я не знаю вашего степень готовности. Они-то уже проходили базовый курс, или ступени обучения первой, вторую, третью. Следующий вопрос от Светланы. Чтобы клетки начали работать, достаточно своего решения, или обязательно ясновидением обладать? Ну, знаете, вот поскольку вы женщина, вам это будет понятнее. Дело в том, что, например, роженицы иногда разговаривают со своим будущим ребенком. То есть у них идет общение. Они еще ничего не видят, но они все равно с ним говорят. Конечно, здесь немножко другая ситуация, потому что этот плод, он уже имеет степень развития очень высокую. Это уже не клеточный уровень сознания. Но то же самое клетки все понимают, с ними можно общаться. Но, конечно, лучше через ясновидение, потому что они могут не ухватить суть вашего разговора. Ведь мы же говорим, для чего вам, например, нужны образные технологии, потому что образ воспринимается. Но могут быть и другие технологии, но обязательно только через образ. Может быть, цифровое гонирование. Но это определенный уровень развития. Следующий вопрос, Атангл. Был случай. Вдруг перед глазами встала картина определенной ситуации, встала, вошла в помещение и увидела то, что перед глазами. Ситуация была опасная, удалось избежать беды. Это относится к ясновидению или яснознанию, или вообще что-то другое. Ну, конечно, это ясновидение. Вы начали видеть за пределами того диапазона, который за вами, как за сущностью этого уровня развития, который мы проходим, как люди, как человеки, закреплен. И начали видеть в другом диапазоне, за пределами. Ну, какая опасность? Опасность, если вы пугаетесь. А если вы не пугаетесь, опасности нет. Более того, может быть, она опаснее для этой сущности, которую вы увидели, если вы не испугались ее. А она вас испугается. У нас был такой опыт общения с Игорем Витальевичем Валепьевым. Мы, когда учились, заходили в разные миры, и вот в одном из таких темных миров увидели, в общем-то, персонаж, знакомый по истории религий, Люцифера. Он был такой громадный, велика. А мы такие великолептики по сравнению с ним. И он на нас начал орать. Как мы сюда попали, кто он сюда разрешил заходить, что вы шляетесь везде, где вам хочется. Я вас сейчас одним ударом кулака раздавлю. Понимаете, у него кулак больше нас двоих вместе взяток. То есть точно размазал, как говорится. А у нас почему-то испугу нет. Вот я не знаю, но не было испугу совсем никакого. Более того, я на него так смотрю, и я говорю, смотри, какой страшный. Наверное, сам себя боится. Ну, с такой детской издевки такой. Вот. Только я это сказал. А Люцифер бух, и раз в два меньше стало. Игорь сразу уловил, что происходит, и тоже добавил какую-то свою такую унизительную для него шуточку. Он еще меньше стал. И начали мы с этими шутками обмениваться по его поводу, и его грозности, и тому, что он у нас тут во что-то превратит. Смотрим, а уже мы как великан, а он как лилипутик. Вот уже смотрим сверху вниз. Ну, конечно, не стали, мы говорили, что его размажем, тем более ничего так не делали, потому что нас отец ему тому не учит. Вот. Но здесь очень показательный такой пример. Если вы этого боитесь, он великан, вы великан. Если вы не боитесь, вы великан, он великан. Понимаете? Вот постарайтесь себя таким образом, как-то воспитайте, не бояться. Страх – это угроза для вас. Ваш страх – вот что самое страшное, а не одна сущность, которую вы увидели. А вот ваш страх – это действительно угроза для вас. Следующий вопрос, обнеленная. Пару слов о технике безопасности при работе с панармированной кровью. Ну, если уж так вам это хочется безопаситься, то лучше всего сфера Святого Духа. Окружаетесь я такой серебристый, серый, Святого Духа, обозначает, что это смерть, она вас защитит от всего. Следующий вопрос, отбулший, от чем отличается реальность от действительности? Лучше всего, конечно, иметь реальную действительность. Ну, дело в том, что иногда нам как бы навевают определенные голограммы восприятия, которые, в общем-то, реальностью не являются. Вот, например, ну, такой уже всем знакомый образ русалки. Такая красивая полурыбка, полуженщина, но красавица такими злиными волосами. Многие даже мужчины на это соблазняются. Вот если бы вы эту красавицу увидели в истинном ее облике, я думаю, что никто бы соблазняться не стал, побежал бы как можно скорее бы от нее, потому что это, в общем-то, облик чудовища, рептилоид, по сути. Вот мы этот облик видели, поэтому я русалками не соблазняюсь. Анна спрашивает, работая по технологиям с другими людьми, есть необходимость себя защищать от негатива? Но опять же, это зависит от степени вашего развития. Дело в том, что то, что вы сами уже неоднократно на себе преодолели, то есть ваши болезни, если вы болели раком, мы преодолели рак. Болели, допустим, туберкулезом, преодолели первый раз. Болели спидом, преодолели спидом. Что получается? У вас возникает так называемый духовный иммунитет. То есть вы уже не подвергаетесь этой грозе. У вас уже организм автоматически вас от этого защищает. Но если такой защиты нет, если вы этим еще и сами лично не переболели, но работаете с этим человеком, допустим, у него рак, а вы ему начинаете оказывать какое-то воздействие на эти клетки, то между вами этим человеком образуется информационный канал. Раковая клетка вне тела существовать не может. Понимаете? Она там будет распадаться. Вы начинаете на нее давить, она по этому информационному каналу проскальзывает в вас. информационному это не то, что клетка взяла и куда-то перекатилась. Это информация клетки. Она проходит у вас и по сути вы заражаетесь этим заболеванием. Вот почему целители долго не живут. У них жизнь недолгая, как правило. Вот. А тут потому что они этого не знают. Конечно, надо в этих случаях какие-то меры принимать. Потому что или надо доразвиться до такого состояния, когда у вас духовный иммунитет, вам ничего не страшно. Или применять психологическую защиту. Следующий вопрос от Виктории. Цель базового курса открытия сновидения, а если не открылась, можно ли идти на ступени? Ну, не только открыть сновидение, еще научиться импульс правильный давать. Это важнейшая часть занятия. Дать правильный импульс. Удруг нужно по скорости и по плотности быть таким, чтобы вот я уже говорил про вату, которую ты говоришь. Ну, а если возьмете авторучку и кончиком авторучки потыкаете в телефон, у вас все получится, потому что плотность совсем другая. Вот это плотный скоростной импульс. Следующий вопрос от Ольги. Вапширный тройников одно и то же лицо. Глубоко копаете, товарищи. Это по сути ответ. лапшин это его девичья фамилия. А Вроник это фамилия его жены. Ольга спрашивает, как Бог относится к крещенскому куполюм? Купелям? Прошу прощения. Бог вы думаете, что это является какой-то божественной обязательной программой? Я думаю, что нормально относится. Это всем полезно, но из этого делать какой-то фетиш должно быть и все. Что состояние у вас матрику не всегда это и полезно. Анастасия, здесь небольшое дополнение. Мы немного ранее отвечали на вопрос. Она пишет, что, извиняюсь, я неправильно с вами набрала вопрос. Я занимаюсь, я люблю помогать людям. То, что я вижу, является ли ясновидением? Или ясновидение это видеть клетку и тому подобное? Нет, это не только видеть клетку. Вы можете видеть события различные. Это тоже все в ясновидении. И у нас очень много той информации, которую мы получаем в виде вот этих вот сюжетов, как кино внутреннее. Следующий. Сезанна спрашивает. Здравствуйте, была на базовом курсе. У меня обнаружили рак молочной железы с метастазами. Можно ли помочь с кем-то заниматься? Книги ваши есть? Ну, здесь насчет помочь, конечно, можно. мы помогаем, мы передаем знания. А вы должны этими знаниями, в общем-то, решать свои проблемы. Потому что мы уже проходили эту стадию, когда, в общем-то, делали все за других людей и очень часто болели теми самыми болезнями, от которых их избавляли. Вот этот рак я, например, тоже получил во время сеансы, когда помогали женщине одной больной ракой. То есть, получается, что нам потом отец сказал, выносите чужие кресты. То есть, каждый человек должен нести свой крест сам. А помощь, конечно, дается. Знание – это же помощь. Если я говорю, как это можно сделать, какие существуют технологии. и многие люди по этим технологиям исцеляются. Это уже тысячи людей. Это же не один, два, три человека исцелены. Одних органов физически. Представляете, вот врачи отрезали человеку в орган. Он приходит заниматься по нашей технологии, орган вырастает. Это уже только органов тысячи зафиксировано. И это фиксирует сама медицина. выдает. Даже статья была одна тут в сибирской газете смешная с таким заголовком. Врачи увидели отрезанный ими когда-то орган и не обрадовались от него. Это вот действительно суть. И не обрадовались. Потому что нарушаются все основы их медицины, их науки, их знаний. Оказывается какие-то другие. И если они перестанут замалчивать, они вытеснут эту официальную медицину. Вот чего они боятся. На самом деле вот тот смысл того рассказа после президента Российской Академии наук, где была медицинская конференция сформирована из директоров института, там даже советники президента были еще того предыдущего. Вот она собственно в этом и заключается. А что же мы тогда будем делать? То есть они готовы умирать, но лишь бы не признавать то, что и без них могут обойтись. То же самое и в церковь. Они все боятся, что без них будут обходиться. Следующий вопрос от Антона. Антон просит уточнить, в какой книге описана конкретно технологии формирования импульса создания плотного и быстрого. И если еще не написано, Аркадий науч, можно написать ближайший базовый курс я проходил в Пушкин. Благодарю. Ну если вы проходили базовый курс, у вас же были методические пособия, а в них как раз все это и написано. Это такая не очень большая книга к базовому курсу и есть три книжки методические пособия. Следующий вопрос от Инны. Аркадий науч, как долго можно применять эти технологии и есть ли технологии для работа больных органов? Ну как долго это все-таки личность зависит от вас. Я уже говорил совсем, многие из этих технологий требуют определенного уровня вашего развития на этом направлении. То есть чем больше вы развиты, тем легче и быстрее они работают. У нас же были с ним очень мгновенные выяснения. Вот был случай, когда орган восстановился, который отрезали за 15 минут. То есть там были врачи прям сразу, непосредственно. Человеку делали, ну это когда еще за вами так выглядывали, что у нас получается. Мы давали импульс на восстановление органа, тут же были врачи через 15 минут на узи и все прочее. Орган уже был на месте. Хотя это противоречит всем физическим законам. Потому что понятно же, что есть определенный объем органов, сколько там клеток, есть цикл клеточных методов делений. И получается, что если бы следовать законам физики, этот орган через полтора года должен только появиться. А он появляется мгновенно. Это опять же разрушает почему Академия так неохотно и фиксирует эти результаты или пытается замалчивать их, потому что меняется вся научная база современная. Вся материализм как таковой не является базой для нее. Значит, надо все менять. Вот этот вопрос Макульского был. Что вы теперь будете делать с Академией наукой? Это же было как раз об этом. Потому что он сразу увидел, что все основные постулаты науки, на которых она стоит, все ее с тобой меняются. Он этим как бы озаботился, хотя и не испугался, но все-таки очень. Вот поэтому и наука, имея уже утвержденные ей уже самой эти результаты, ничего не делать для того, чтобы их расширить. хотя в резервуции написано рекомендовать распространение. Ну и что? Распространяют они это? Вот, кстати, на Украине тоже собиралась такая медицинская конференция еще до того, как там Майдан головного мозга в общем-то поразил по сути делала всеобщество. Вот. Там тоже была такая конференция, причем с участием правительственных чиновников, там, Минзерала, высших чиновников. И они постановили, приняли такое решение распространять ее в своих высших медицинских учреждениях. Вот как. Ну, потом вот это случились все события ужасные и, конечно, все это было опрокинуто. Сейчас у них другие интересы, в кого стрельнуть, как самому вернуться, чтобы не попали. То есть об этом они уже не думали. Но там было такое решение. Наша Академия приняла решение тоже распространять. Ну, кто видел это распространение? Вот уже 10 лет решение есть, а распространения нет. Потому что надо не только это распространять, им даже все менять, всю науку, все переворачиваться. Как говорят, они это на голове стояли, но им с головы на ноги надо встать, а они не хотят. Следующий вопрос от Константина. Если атрофированный зрительный мир, глаз не видит, возможно ли восстановление? Ну, недавно, совсем недавно, буквально два месяца назад, в эфире появился фильм «Школа преображения» режиссер Александр Кипкало, киностудия «Дорога времени». В этом фильме прошлись по разным городам с кинокамерой, то есть по следам вот этих вот событий с исцелениями, в том числе самый первый эпизод этого фильма женщина из Финляндии, которая была слепой и которая благодаря занятиям стала видеть. И сейчас она и видит, и приезжает на разные в общем-то занятия, семинары, вместе со своим мужем они приезжают. Уже вот и в Санкт-Петербург они у меня были, и в Нижнем Новгороде, и на Светлояре. То есть для них это все стало. Можно видеть, это можно, но это работа, она же все не сразу, она сначала позанималась, поучилась. Так что вот надеть этот фильм, увидите, там, кстати, не единственный случай, когда слепой начинает видеть. Следующий вопрос спрашивает насчет смещения рас и создания семей разных национальностей. Вопрос стоит, что насчет смещения рас и создания семей разных национальностей? Вот в Библии есть такие слова «Любовь все покрывает». Если у вас есть любовь, что может вас восстановить? Любите друг друга, наслажайтесь. вопрос от Ольги. Раскручиваю себе воображаемую энергию и в груди чувствую комок от радости. Что это душа или дух? Или что это вообще? Радость это прежде всего конечно же душа. Дух он такой как он сказать это же энергия. Она такая более беспристрастная я бы так сказал. Потому что если комок именно радости как бы приняты значит это душа. Ликует есть такое слово. Душа ликует. Следующий вопрос от Ольги. Можно ли свои жировые клетки отправить другому человеку? А он вас просит об этом? Я уже говорил вас что у каждого человека своя программа. Если что-то свое отправляете вы меняете человеку программу. Жировые клетки могут появиться из клеток исток о которых я говорил и тогда это не будет связано с другим человеком потому что это клетки будут того самого человека если у него я понимаю что истощение какое-то которое надо уже преодолеть смертельно то надо использовать клетки исток то есть его собственные клетки но опять в техном уни это учиться учиться не просто в коридоре как говорят когда были занятия я стоял в коридоре а стану ли я от этого волшебным нет надо заниматься не в коридоре а вот здесь на семинарах следующий вопрос наверное больше вопрос на ваш ответ прозвучало о русалке если есть дома статуэтка русалки еще от родителей досталась ей необходимо брать каждая вещь каждый объект имеет имеет то содержание которое вы в него вкладываете понимаете если она у вас в облике который вас но вы принимаете и вам нравится и вас удовлетворяет почему ее надо убирать просто не придавайте ей того значения которое например увидел я бы ну как сказать но это какой-то другой же уровень развития на том уровне который я бы не убрал а на этом уровне я бы ее и не приобрел и воевать с ней не стал что с ней воевать она свой путь обрабатывает развитие и мы его тоже когда-то проходили я же говорил вся жизнь зародилась в океане когда-то червяками были вот из какого состояния нас довели следующий вопрос благодарность вашим знаниям огромная благодарность за вашу работу книги несут такие световые коды испытываешь радость от этих знаний не могу они прочитать хоть это не вопрос ну женщин наверное потому что женщин больше чувствуют вибрации которые на таскниг я уже не раз рассказывал об этой ситуации когда в Симферополе проводил семинары там женщины столпились в проходе я не мог пройти встал за ними и слышишь о чем они говорят одна женщина рассказывает у меня и это были то и другое а там какая-то бойкая женщина которую видно у них чуть ли не самое главное ну какие проблемы переспи с Петровым и все будет в порядке так заикаться как это как это она говорит ну как берешь книжку кладешь под подушку и спишь то есть они начали чувствовать вибрации книг тут конечно ну как вам сказать шутливую эту сторону если убрать то за ней стоит действительно серьезная сутка вот берете книгу она же замечательная поможет есть специальные приборы можно проверить и каждая книга ведь по-своему вибрила а вибрация это что это передача знаний вот они говорят кладешь под подушку и спишь и слушаешь это чем она фонит книга а фонит она чем божественными текстами потому что я записал эти тексты которые дает Бог вот что помогает людям следующий вопрос от Виктора Аркадьев Чаркода берутся генетические заболевания я же говорю что мы не должны рассматривать наш как бы отрезок нынешнего существования как единственный который не имеет ни предшествования ни последований дело в том что у нас было много много инкарнаций вот в этом тексте где читал там говорится о том что Бог и человек это вечно сущностные объекты мироздания понимаете и человек тоже он просто проходит разные этапы развития но человек он когда становится когда Бог в него вкладывает наконец то есть он развивался от природы проходил этапы природного развития а потом Бог в него вложил программу божественном развитии и вот как только у него появляется программа божественного развития он уже становится и вечным и бесконечным То есть он не имеет никакой начальной точки своего начала. Почему? Потому что эта начальная точка является в нем Бог, а в Боге никаких начал нет. Он – начало вашего начала. Но он вечен и бесконечен. Поэтому точки создания в вас тоже исчезают. Нет точки создания в вас, если в вас уже Бог. Понимаете, как? Здесь все завязано. Точно. Константин спрашивает, с помощью каких технологий можно очистить сонные артерии? Нормирование крови является ли очистка артерии? Ну, конечно. Это связанный процесс. Если вы начинаете нормировать кровь, то это является и очистка артерии. Но есть, можно, и физические способы. Например, если вы используете соду, пьете ее, вот как академик неумыватель предлагает делать, он абсолютно прав, это очень сильно помогает. Очищает кровь, восстанавливает сосуды, повышает реагентность крови. Ну, и, конечно, воду пить не менее полутора-двух литров в день, не менее. Причем не чай, вы считаете, чай не считается. Воду, именно воду. Дальше. Следующий вопрос, Аркадий Иванович, мы сегодня уже получили импульс на армирование крови? Конечно. То есть у вас сейчас, благодаря тому, что прошли занятия, у вас есть канал. Вот вы начинаете работать по этим технологиям, у вас открывается канал. Но дальше, опять же, говорю, по готовности вашей. Канал у вас же есть. Это очень большое дело, иметь канал. Но все-таки готовность тоже. Потому что у любого события есть глубина событий и высота событий. То есть прошлое и будущее. Следующий вопрос от Юрия. Чтобы вырастить зубы, сначала нужно избавиться от остеопороза полностью? Чтобы вырастить зубы? Да. Ну, дело в том, что когда вы начинаете работать с клетками стоп и стоп, вы можете совмещать эти два процесса. То есть в клетку стоп вы можете ткань, которая уже как бы пострадала, отправить. А на ее место из клетки стоп, новые клетки, которые, в общем-то, здоровые и не больные. То есть опять технологии знания. И, в общем-то, размышления об этом. Потому что вы многие технологии можете вполне самостоятельно разработать под свою ситуацию. Но, опять же, имея некоторые аналоги, как это делается. Имеете аналоги, можете создать и свои тексты, но ее никто же не против. Или? Все? Нет, нет, не все. У нас уже скоро два часа. Господа, последние, наверное, вопросы. Время без десяти, в два часа мы заканчиваем. Отвечу на все, что вы написали до конца. Можно ли восстановить организм, если состояние никак не диагностируется? Конечно, можно, но только вот этими технологиями. Кстати, у врачей часто так бывает. Человек болен, проявления болезни очевидны. А диагностировать и поставить какое определение этой болезни они не будут. Они и так и говорят, мы видим что-то больное, но не знаем чем. И не знаем, как тебя лечить. На тонком плане это проще. Потому что, вот я с мальчиками читал. Видите, там нет даже, вот с немецким мальчиком технологии. Там нет определения, какое заболевание. Там просто сферы серые, две сферы сферы, одна сфера темная. И солнышко с ними само расправлено. Солнышко-то знает их содержание. Следующий вопрос. Опять научил, скажите личный опыт этой практики, пошаговые действия. Как лично вы это делаете? Ну, я так думаю, о сегодняшней теме. Ну, я вам уже говорил, что вначале я проходил это как технологии, технологически. А сейчас я вообще, можно сказать так, технологиями не заморачиваюсь. Потому что я сажусь, читаю вот эти тексты, а в них очень много идет от Бога. Вот. И все происходит. То есть, кто готов, он выздоравливает. Всегда в аудитории находится или один человек, или несколько людей готовых. Вот прямо в аудитории проходят их тяжелые заболевания. Но они проходят по готовности. Люди-то были готовы к этому. Они, у нее душа раскрытая. И слава Богу, в нее падают. Которые вот есть в этих текстах. Они же от Бога тексты. То есть, к Богу опять к Богу пришло. Понимаете? И поэтому резонанс. Совпадение резонанса. Совпадение резонанса вызывает выздоровление. Эффект выздоровления. Так, следующий вопрос. Вот, наверное, отвечу я на административного характера по поводу организации в городе Калугово. Там тоже спрашивает. Группы, места есть. У кого в Кушкино можно взять номера? Антон, повторюсь, все, что касается административной работы, образования, представительств, по мастер-классам, по расписанию. Пожалуйста, обращайтесь либо на почту. Почта у нас info.sobaka.petrofond.ru. Меня зовут Ирина. Повторюсь, на все вопросы я отвечу. Но не сейчас, к сожалению, не сменуешь. Прошу прощения. Либо звоните мне по телефону, пообщаемся с вами, все расскажу. Следующий вопрос. Почему на Украине произошли эти события? Ведь там было движение преображения. Благодарю. Темные победили. Ну, то, что произошло на Украине, и, кстати, не только на Украине, еще и на севере Африки, там, в Малой Азии, это как бы проявление на земном уровне того самого Армагеддона, который уже произошел в тонком пространстве. И если брать конкретно в Украине, то там, вы помните, в центре Киева стоял белый Архангел Михаил. Тут была применена тоже технология. Что они сделали? Они снесли этого Архангела, и вместо него поставили черного Архангела с золотыми там всякими украшениями. Он показался симпатичным. Но это технология. Они через него, через этот, это, по сути, делал излучатель, мощный причем излучатель, смысловой. Потому что одно делал Архангел Михаил, какие он энергии излучает, другой делал, какие энергии излучает, хотя и тоже Архангел, но Люцифер. Вот через эти, как бы, излучения и удалось вызвать то, что вот сейчас мы видим, как Майдан в головном мозгу. Потому что просто так сойти с ума столько людей вряд ли бы могли. На них, вот, было применено такое воздействие. Последние два вопроса. Вопрос от Светланы. Архангел Михаил, посоветуйте, пожалуйста, книгу, в которой есть методика восстановления и выращивания органов, в частности, желудочного пузыря. Желудочного. Спасибо. Ну, желудочного пузыря мне самому в себе приходилось, как бы, выращивать. Поэтому эта технология была одна из первых. Я давал несколько семинаров в Казани, казанские семинары. Я там очень подробно все это рассказывал, рисовал все эти картинки. Потом было очень много заполнений, потому что на этих семинарах мои ученики, они уже ясновидничие. Они же не просто так сидят и, как бы, слова ловят. Они еще и видят все, что происходит. И они потом рассказывают об этом. Там очень подробный получился такой семинар именно по регенерации органов. Так что вы можете его посмотреть, и будет очень большая польза вам и в знаниях вообще, и как восстанавливать орган, и в целом знания вот этого древа жизни. Так что поищите. Именно Казань. Там они есть, казанские семинары. На нескольких каналах есть, посмотрите. Они в картинках видно всегда, казанские семинары. Вопрос от Марина. Скажите, пожалуйста, какими технологиями можно воспользоваться при гормональном сборе у мужчин и женщин, возможно, бесслодия от этого? Как можно помочь бесслодным парам? Что для этого делать? Это, как сказать, предмет другого занятия. Мы сейчас это занятие провести не можем. Но не употребуется тоже несколько часов, понимаете? Я могу только просто сказать, что это все возможно. Ну и более того, столько раз уже было. Вот помню, в Красноярске проходило занятие, и там была одна женщина, причем женщина-самоврач, у которой было бесплодие. И мы тогда еще применяли наши технологии. В общем, я там этот импульс на восстановление дал, а потом в следующий раз я приехал туда чуть ли не год спустя. В большом аудиториуме, занятие, там толпа стоит, в том числе эта женщина. Она меня, вы видите, бросается, обнимает, целует. А за ней такой дядя стоит, но видно, что не случайный, не просто так. Ну я понял, что это муж, думаю, ну сейчас мне за эти поцелуи достанется. Причем я-то здесь не юноват, я как бы пассивная сторона. А она объясняет, все, у них родился ребенок, понимаете? Год прошел с небольшим, вот занятие, вот импульс, уехал через год с небольшим вернуться. Так что этот мужчина меня тоже не бил, а горячо благодарил. Так что двойное удовольствие, поцеловали всего, вот, и не досталось за это. Так что такие случаи есть, их много, просто надо заниматься. За пять минут не расскажу. Последний вопрос, этот Оксана, этот вебинар можно дать послушать маме? Очень хочется ей помочь. Трилогию она читает, но пока понимает много. Ну я думаю, что много показать, конечно. Все остальное здесь в благодарности, я вам все прочитаю. Дорогие друзья, всем спасибо вам огромное за благодарность за вашу. Все Аркадь Науч увидит, обязательно ему все, зачитаю каждое ваше письмо. Хочу напомнить, по административной работе обращайтесь по телефону центра. Меня зовут Ирина, я вам помогу, расскажу все, что нужно, как быть и так далее. Все, что касается занятий, расписания занятий, можно найти у нас на сайте arkadypetrov.ru. Книги можно приобрести на сайте издательства «Культура». Ссылка есть на сайте официального Аркадь Науча, и также можно в интернете набрать «Культура-бокс.ру». Все найдете, всю информацию, все видео, аудио, наши встречи, в том числе и книги. Наверное, все. Да, спасибо вам за праздник общения, у вас были очень хорошие вопросы, они говорят о том, что вы, в общем-то, глубоко смотрите. Так что спасибо, до встречи, до следующего вебинара. Всем спасибо, всем всего хорошего и доброго. Субтитры сделал DimaTorzok